Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Сегодня мы с вами будем делать сережки-розочки из фоамирана. Для того, чтобы сделать такие сережки, я буду использовать фоамиран толщиной 0,5 мм белого цвета, но вы можете использовать любой, который вы хотите, крепление для сережек, пины, зубочистку, переходные кольца между пинами и креплением для сережек, ножницы, термоклеевой пистолет и утюг. Давайте сейчас все уберем в сторону, и я начну рассказывать, как, что делать и последовательность. Итак, давайте поговорим о том, о заготовках. Для заготовок лучше использовать тонкий фоамиран, не больше 0,6 мм. Почему? Потому что розочка сама по себе маленькая, и толстый фоамиран не даст ей гибкости и упругости. Будет не очень удобно. Перед тем, как сделать заготовки для розы, я сделала выкройки. Примерно, ну не примерно, у меня три выкройки, три размера лепестков. Есть большой, средний и малый. И кружок окончания заглушка будет. Размеры этих лепестков. Основание у самого большого 1 см, у среднего 0,8 см, у маленького 0,6 см. Диаметр, соответственно, примерно 1 см кружочка. Высота лепестка у большого 1,8 см, у среднего 1,7 мм, у маленького 1,6 мм. То есть они примерно одинаковые. Ну и, соответственно, толщина где-то 1,4 см, 1,2 см и 1 см. Это размеры всех заготовок. Вы можете их начертить. Вот я тут чертила, вымеряла размеры и потом выкраивала. Выкраивала я на листе фоамирана. Вот такой у меня обыкновенный лист белого фоамирана. Выкраивала с помощью зубочистки, не используя никаких карандашей или ручек, или маркеров и тому подобное. Потому что фоамиран хорошо прогибается зубочисткой. И именно по этому контуру легко вырезать. Вырезала с помощью ножниц, обыкновенных. Вы можете использовать любые ножницы, которые вам нравятся. Главное, чтобы они были достаточно гибкими. В смысле, вырезать мелкие детали. Для того, чтобы собирать розу, я буду собирать ее не в той последовательности, которой лежат у меня лепестки. То есть не от большого к маленькому и закрывать все кружочком. А вот так вот. Сначала я буду в самой сердцевинке нашей розы будет большой лепесток. Потом будут маленькие лепестки и закрывать все средние лепестки. По количеству лепестков на каждую розу. Один большой, четыре маленьких. Давайте я их вот так вот разложу. Четыре маленьких и шесть средних. Три, четыре, пять, шесть. И шесть средних. Это все на одну розу. На вторую розу у меня точно такой же комплект. Так, давайте сейчас приступим к тому, чтобы обрабатывать фоамиран на утюге. Вот у меня стоит утюг. Он уже достаточно теплый. Сейчас я чуть-чуть прибавлю ему мощности, чтобы он чуть побольше подогрелся. Так. Самые простые это, собственно, маленькие лепестки. Я буду их с помощью зубочистки прислонять к утюгу. И моя задача, чтобы они немножко округлились. Фоамиран, когда нагревается, он становится... Скругляется. Мне этого, в принципе, хватит. Поэтому я прикладываю. Жду, когда он прогреется, закруглится и сам, в принципе, отвалится. Так как утюг у меня стоял на единице, это будет происходить в течение какого-то времени. Если утюг у вас побольше нагрет, на двойке, на тройке или на четверку, то этот процесс будет происходить быстрее. Вот он округляется. Все неровности, которые были при резке... Вот видите, он округлился. Вот он стал полукруглым. И все неровности, которые были при резке... Вот видите, например, вот этот вот кусок у меня неровный. Он скруглится. Поэтому особо переживать за ровный край не очень нужно. Ну и совсем забивать на это не имеет смысла. Так, самые большие действия, которые будут происходить при формировании донной розочки, это с большим лепестком. Я его сейчас нагрею, а потом загну вот так. То есть моя задача будет сделать его максимально вот таким. Для этого можно использовать руки, накручивать на круглый карандаш, да на что угодно, лишь бы он был круглым. Фоамиран очень быстро принимает форму, очень быстро остужается и принимает форму. То есть видите, он у меня получился вот таким. Оставляем. Средние лепестки. Моя задача будет немножко сделать их вот так. Больше похожим на лепестки цветов. То есть мне нужно будет загибать основание и выгибать верхний край наружу. Прошу прощения. Поехали. Вот наши заготовки лепестков для одной розы готовы. Так, вот у нас нагрелся термоклеевой пистолет. И наша задача сейчас будет сформировать розочку. Как мы это будем делать? Начнем мы с первого самого большого листка. Сейчас та сторона, которая противоположна вот этому загибу, она будет внутренне. То есть мне нужно сделать... Это будет сердцевина, вокруг которой будет собираться весь листок. Я эту сердцевину складываю в три раза. И сейчас покажу сначала, как. Вот так. И вот такая вот сердцевина у нас будет у нашей розочки. Для ее формирования я промазываю все термоклеевым пистолетом. Небольшое количество клея. Ой, как я не люблю эти сопли, а. И загибаю, формирую. Вот. Вот у нас получилась сердцевинка. Теперь вокруг этой сердцевинки я начинаю обклеивать лепестками по кругу. Начиная с маленьких, потом перейду на средние лепестки. То есть я промазываю термоклеевым пистолетом окружность. И приклеиваю лепесток. Выравнивать лепестки надо поверху. То есть низ можно всегда подрезать, а верх главное, чтобы он был ровным. Играет музыка. Играет музыка. Так, и вот такая вот розочка у нас получилась. Еще можно будет нагреть ее феном и немножко расправить или сузить. В зависимости от того, что вам нужно. Можно будет развернуть ее лепесточки. Ну или прямо сейчас руками это сделать. Просто если вы нагреете феном, то они так зафиксируются лучше. Тогда это будет у вас раскрытый цветок. Если это вы сделаете, оставите так, то это будет бутон, который можно, предположим, использовать на ободок в качестве части композиции. Но так как мы делаем серьги, я буду раскрывать, чтобы это был раскрывшийся бутончик. Раскрывшийся цветок. Прошу прощения. Сейчас подожду, пока засохнет термоклей. Выключим. И приступим к его окончательной сборке. Для того, чтобы собрать наш цветок, нам понадобится закрывающий кусочек фоамирана, крепление сережки, пин, переходное кольцо, розочка, плоскогубцы, термоклеевой пистолет. Итак, начнем мы с того, что отрежем ненужную нам пипочку на конце цветка. Тем самым мы увеличим площадь соприкосновения с пином. Лучше будет крепление. И лучше будет выглядеть, потому что вот эта вот длинная конструкция на сережке, она в принципе не нужна. Сережки это плоское достаточно создание. Отрезаем и убираем ее в сторону. Все у нас держится за счет термоклеевого пистолета. Вот. Теперь нам нужно сделать основу, которая будет крепиться к уху. Для этого мы берем наш пин. То есть как это все будет. Сформируем у него сгиб. Можно прямо посередине. И такое вот маленькое ушко. Сейчас покажу. То есть вот. В это ушко мы вставим переходное кольцо. И с другой стороны на это переходное кольцо мы вденем крепление для сережки. И все это замкнем. Получилась у нас вот такая вот конструкция. То есть эта часть будет в ухе. И она, видите, она спокойно двигается. Сережка не будет там топорщиться. И теперь наша задача зафиксировать вот этот вот согнутый пин на сережке. Для этого мы отмеряем то количество, которое у нас должно быть для крепления. То есть сравниваем ее с попкой нашей. И лишнее отрезаем с помощью плоскогубцев. Чтобы ничего не торчало, не травмировало ваше ухо. Ну или ухо того, кому вы это дарите. Сейчас мы промазываем термоклеем нашу, не нашу, а попку цветочка. Прикладываем к ней пин обрезанный. И закрываем все крышечкой из белого фоамирана. Вот такой у нас получился задник. Абсолютно неотличимый от розочки. И вот такая розочка. На ухе она будет смотреться вот так. При этом я использовала белый фоамиран и не оттеняла его пастелью. При желании можно оттенить его разными пастельными красками. Можно сделать его розовым, белым, синевой, с голубизной. Да какой хотите. Главное, чтобы подходило к вашему платью. И сейчас по тому же принципу я буду делать вторую розочку. У меня вот есть пин, кольца, заготовки, термопистолет. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 И вот такие вот сережечки у меня получились. КОНЕЦ Здесь, когда подсохнет, я немножко подрежу кружочек, чтобы он не выпирал. Сейчас он, видите, немножко выпирает на миллиметрик. И я его подрежу. Сережечки готовы! Творите, радуйтесь, подписывайтесь, ставьте комментарии. Будьте счастливы! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok